Все время спрашивают, а на каком инструменте играл Дима, Билан, пытаются его перехватить. Потом, через некоторое время, у нас был какой-то концерт, на котором он неожиданно спел прекрасно и стал после этого вокалистом. Занятие аккордеоном – это был выбор, наверное, его родителей. А пение – это то, с чем он родился и чем он должен был заниматься всю жизнь. Поэтому он сделал правильный шаг, я считаю. Как видите, он оправдался этот шаг. А как вы думаете, а если бы аккордеоном продолжил заниматься? Вряд ли. Вряд ли. Я же повторяю, что речь идет о том, к чему сердце у человека лежит. Я понял. Итак, следующий вопрос. А какие у него были музыкальные вкусы? Ну, музыкальные вкусы в таком возрасте я не знаю. Я знаю, что он-то увлекался Майклом Джексоном и еще там рядом зарубежных. Но первый раз мы слушали его выступление, он исполнял в то время популярнейшую песню Меладзе «Скрипка». И вот тогда он нас прям поразил всех, потому что до этого мы вообще не знали, что он умеет петь. А какое его выступление в детстве вызвало самые яркие вопросы? Вот это как раз выступление, о котором я сейчас сказала. Он у нас позиционировался как начинающий маленький-маленький аккордеонист. И вдруг на каком-то концерте совершенно неожиданно для всех нас он спел. И спел причем замечательно. Это было такое впечатление на всех произвело, что были просто все в восторге. А какие современные песни, Дима, вам нравятся сейчас, в каких ситуациях вы их слушаете? Знаете, я вам хочу сказать, что, видимо, я не могу относиться объективно к его творчеству. Мы настолько его любим все, что мне нравится абсолютно все, что он делает. Мне нравится, как он снимается в кино, мне нравится, как он участвует в каких-то шоу, как бы там ни было. Что бы он ни пел, что бы он ни делал, мне нравится в нем все. А как оцениваете уровень поп-музыки в стране и куда поставите Диму в рейтинге поп-исполнителя? Знаете что, куда его можно поставить? Давайте вспомним Евровидение. Где-то единственный человек, который за столько времени существования Евровидения из России победил. И какой еще может быть вопрос? Алло, алло, Москва! Меня ты слышишь? Смотри, смотри. Ну я же слышу, как ты дышишь. Твое дыхание ловлю, мечтою о тебе живу. На зов твой трепетно спешу. Минуют годы, дни промчатся. К тебе приду, ты жди меня. С тобой я не смогу расстаться. И верь, прославлю я тебя. Он собирается ехать, учиться в Москву. И он уже подсюда бежит. Да, так хочется. Он боится? Да, он наставит тебя. Ну что пожелать тебе? У тебя есть все. У тебя есть талант. У тебя есть огромная армия поклонников. У тебя есть прекрасная семья. Мама, папа, твои сестренки замечательные. Все это у тебя есть. А я хотела бы тебе пожелать, чтобы ты оставался таким, каким мы тебя знали, каким мы тебя любили. Не просто, и не только за твое большое талантство, за твою необыкновенную индивидуальность, а за то, что ты всегда, еще будучи ребенком, обладал такими прекрасными качествами, как, как ни странно, интеллигентность, доброжелательность. В общем, за все, за все, за все мы тебя любим и продолжаем любить. Мы всегда верили в тебя. Если ты помнишь эти стихи Зои Николаевны, когда мы провожали тебя в Москву, помнишь, какие там звучали слова «Москва, Москва»? Я тебя еще прославлю. Мы верим тебе и любим тебя. Поздравляю тебя, мой дорогой Дима Николаевич. Поздравляю тебя.